Какие люди! Присаживайтесь. Добрый день, добрый день. Дорогой товарищ Хаопин, дорогие друзья, позвольте приветствовать вас в городе Герои Минске. Я рад встретиться с вами. Я очень рад, что Хаопин когда-то мне в Китае пообещал, что он приедет с коллегами в Беларусь, и вот он выполнил свое обещание. Такой солидной делегации представителей вузов, китайских ректоров, топовых учреждений высшего образования Китайской Народной Республики у нас еще не было. Это наглядный пример высокого уровня отношений между Беларусью и Китаем индикатор набирающегося обороты сотрудничества не только в экономике, но и в науке, образовании, культуре и других направлениях. Насколько я осведомлен, программа вашего визита затрагивает вопросы расширения студенческих обменов, коммуникации молодежи и развития взаимодействия между университетами. Также планируется подписание соглашения об обмене обучающимися и инициативы о сотрудничестве в области фундаментальных научных исследований. Считаю, это станет хорошим дополнением к договоренностям, достигнутым и действующим между нашими вузами. Со своей стороны отмечу, Республика Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии партнерских отношений с Китаем по всем направлениям образовательной сферы. Особенно сегодня, когда мы реализуем совместно с китайскими друзьями суперсовременные проекты в области биотехнологии, химической и перерабатывающей промышленности, производстве беспилотных летательных аппаратов и электромобилей. Поэтому мы рассчитываем на сотрудничество с Китаем в вопросах подготовки кадров по указанным мною только что направлениям. Подчеркну, и у нас есть значительный опыт и компетенции в этих сферах. Сегодня нам надо ускорить такое сотрудничество. В этом залог нашего научного суверенитета обеспечения успешного импортозамещения. Я поддерживаю инициативу о создании Центра фундаментальных исследований. Уверен, что его деятельность станет новым витком научно-технического развития. И учитывая, что у нас абсолютно нет закрытых тем от наших друзей в Китае, мы готовы делиться в том числе и теми технологиями, которыми Китай сегодня не обладает. Вы наши друзья, вы наши братья, вы на нас можете рассчитывать. Также предлагаю рассмотреть возможность проведения в будущем 25-м году в рамках Дней Дружбы и Единства БГУ и Пекинского университета совместного молодежного форума. Надо сделать такие форумы ежегодными, с приглашением к участию в них студентов из университетов-партнеров, с ваших университетов. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить китайскую сторону и лично вас, товарищ Хаупин, за внимание и поддержку в реализации совместной образовательной программы по специальности биотехнология. Наши ребята очень довольны обучением по этой программе. Хотелось бы, чтобы таких программ было побольше. Это направление для нас крайне важно. И белорусская сторона заинтересована распространить данную программу на уровень магистратуры. В целом, было бы неплохо провести в ходе форума ректоров анализ всех договоренностей по совместным образовательным программам. Я думаю, вы это сделаете. Определить наиболее приоритетные программы и начать их реализацию, в том числе с привлечением потенциала, планируемого к открытию Центра фундаментальных исследований. Дорогие друзья, убежден, форум ректоров станет последовательным и логичным продолжением активного диалога между учреждениями высшего образования двух стран. Все достигнутые договоренности укрепят наше сотрудничество и послужат общему делу в интеграции с Великим Китаем. Пусть ваше пребывание в Беларуси будет наполнено яркими впечатлениями и незабываемыми эмоциями от общения с нашими людьми, знакомства с богатым историческим наследием и самобытной культурой белорусского народа. Уверен, что здесь вы найдете искренних друзей и с удовольствием в дальнейшем будете посещать нашу красивую и уютную страну. Я обязательно прошу вас приезжать в Беларусь. Вы познакомились с Беларусью? Если будете приезжать чаще к нам, я буду считать, что вам понравилось. Мы всегда готовы с вами встречаться на любом уровне. Приглашаю всех участников нынешней встречи к обсуждению наиболее важных проблем и вопросов, которые есть сегодня между Китаем и Белоруссией. В свою очередь, если у вас будут ко мне какие-то вопросы, в том числе экономического, политического характера, я вам обещаю, что я искренне и всеобъемленно постараюсь ответить на эти вопросы. Уважаемое ваше превосходительство, господин президент. Прежде всего, хотел бы сказать, что со мной приехали 18 ректоров, и я от их имени хотел бы поблагодарить вас за то время, которое вы нашли, чтобы встретиться. При содействии Министерства образования двух стран, Пекинский университет и Белорусский государственный университет сегодня-завтра проведут форум ректоров высших учебных заведений Китая и Белоруссии. На форуме будут приглашены главы Министерства образования, более 40 университетов и научно-исследовательских институтов. Будут обсуждать дальнейшее сотрудничество между вузами наших стран. На самом деле, еще больше ректоров хотели приехать, но в этот раз приехали ректоры ведущих топовых вузов Китая для того, чтобы провести обсуждение о перспективном сотрудничестве. Мы очень ценим ваше внимание, и мы не подведем вас, председателя Китайской Народной Республики, в тех надеждах, которые вы возлагаете на нас в сфере образования по подготовке совместных образовательных программ, по магистерским программам, докторским программам. Мы благодаря этому форуму хотим еще поднять на более высокий уровень сотрудничества в сфере образования. Спасибо вам, господин президент. Спасибо.